Для меня встреча с образными композициями альбома «Квета Луч» стала даже, знаете, таким волшебным продолжением встреч с новогодними песнями. Вот там мы прикоснулись к этой чудесной атмосфере волшебства, чуда. И вот этот подарок текстов поэтических, обранных композиций, он вот с собой раскрывает путь. А как можно эти чудеса сотворять? Как они в жизни сотворяются? Каким образом? И очень связаны, конечно, они друг с другом и для меня тоже в моём сердце просто соединяются. Образ этой дружбы, светлой, верной, высокой, заботливой, образ, который дарит поэтические стоки журавлиной песни, он просто в сердце, вот знаете, что говорится, лёг на душу, он влетел в сердце на крыльях любви, заботы, устремления, тех прекрасных чувств, которыми очень щедро эта поэтическая композиция наполняет, вдохновляет и зовёт за собой. Как те первые строки, которые говорят о том, что с нежной флейтой в синей долине, вот эта нежная флейта, её очень тонкие, высокие звуки, она как зов души, которая даёт незрима. И вообще все образы здесь и чувства, которые дарятся, ощущаешь их как тонкие, они как незримые, которыми будто бы наполнено всё в этой поэтической композиции. Как гармонично, незримо связаны разные совершенно по опыту образы и мудрого, прекрасного, дарящего свой опыт вожака, который открыт с тем, как пример вот этого красоты полёта, и наставника, который и помогает младшим увидеть этот образ, этого движения, этого полёта, и помогает каждому встать на крыло, обрести эту красоту в своих действиях. И образ маленького журавлёнка, который перекликается вот с образом этой доброго сердечка и сонной сказки, в которой и устремлён небывало к этой красоте, и сердечко которого, как звёздочка, оно просто горит вот этой мечтой тоже лететь, как журавль. Это стремление к красоте, оно объединяет всех героев. Оно будто бы… Сроки эти, они показывают, как реализуется вот это предназначение лететь, предназначение взлетать. Они вместе устремлены к этой цели. И это устремление, и труды благодарные, терпеливые, ежедневные, вдохновенные рождают эту дружбу. Тот урок, который даёт наставник, это тоже целое событие. Мы понимаем, сделай взмах, как сердечный привет. Какой это взмах, да? Какое это движение души? Взмахи крыл каких это? К чему они ведут? К чуткости, к доброте, к сердечности. То есть в сердце входят вот такие истины прекрасные, которые помогают задуматься, ощутить и оценить по-настоящему всю эту красоту, принять её в своё сердце, принять её в свою жизнь и как маленький журавлёнок тоже устремиться к этим высотам. В звуке любви мы видим вот эту встречу сердца светлого, чистого, лучом, да, как мечта, а вот такой высокой, красивой, прекрасной, наполненной этой любовью жизни. А тут мы видим, а как учиться? А при помощи вожака, при помощи наставника, при помощи учителя. Хочешь научиться сам учеником, научись благодарно трудиться, научись взлетать, да, и принимать вот эту помощь. А когда подрастёшь, и помогать близкому, тому, кто рядом. То есть всё здесь оживает, показывает волшебство, красоту, и в то же время показывает, зачем наполнить жизнь свою, чтобы эти образы стали близкими, родными, в твоей жизни воплотились так же. Удивительная встреча и большая благодарность за возможность встречи с текстом вот так внимательно, кропотливо прочувствовать каждый шаг, каждое действие и ощутить счастье, которым живёт забавленная стая. Огромное спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok